В повестку дня заседания городского совета депутатов было включено 15 вопросов. Подробности у Ларисы Паниной. Единогласно было принято решение о внесении изменений и дополнений в некоторые статьи устава города для приведения их в соответствие с федеральным законодательством. Так, изменения коснулись статьи номер 30, в которой речь идет о контроле за доходами и расходами, в том числе депутатов, работающих на неосвобожденной от основного места работы основе. Проект устава будет опубликован в газете и сети интернет. Обсуждение продлится с 8 февраля до 15 часов 1 марта. Публичные слушания пройдут 1 марта в 15 часов в овальном зале администрации города. Предложение можно подавать в устной и письменной форме в администрацию города или на официальный сайт администрации www.lobnia.ru. Депутаты утвердили правила землепользования и застройки части территории города. Это прежде всего касается четырех территорий, на которые оформлены договора развития застроенной территории на улицах – батарейной и текстильной, в микрорайоне Южный и Москвич. У нас нет сегодня утвержденного полного генплана, поэтому по законодательству сегодняшнему нам необходимо было утвердить данные правила для четырех этих участков, которые предусмотрены для сноса и развития переселения граждан из Ветхого фонда. Весь основной город, он будет утверждаться и обсуждаться чуть позже. Данные правила были вынесены на публичное слушание. Они успешно прошли 21 декабря. Все нюансы, все вопросы были обсуждены, внесены. По ним нам были даны заключения проектировщиков, то есть это областной институт наш ведущий. И сегодня были они утверждены окончательно. То есть то, что нам поможет дальше развиваться. В данных правилах указывается, что можно строить, в каком объеме, в каком месте и с какими требованиями выставляются при строительстве данных участков. То есть мы четко расписываем районы, что там можно строить, что нельзя, какой этажностью, какого целевого назначения и что там будет сделано. Депутаты утвердили форму введения реестра муниципальных автобусных маршрутов. В связи с тем, что с 1 января 2016 года эти полномочия Министерство транспорта Московской области передало введение муниципалитетов. На сегодняшний день таковыми числятся маршруты автобусов 1, 2, 5, 6 и 9. Депутаты единогласно приняли решение о присвоении физкультурно-оздоровительному комплексу на Чехово 13А имени Галины Гороховой, многократной олимпийской чемпионки по фехтованию. Размотрев ходатайство комиссии по увековечиванию памяти выдающихся личностей, депутаты приняли решение увековечить память служащих МВД, погибших при исполнении служебных обязанностей. На доме номер 10 по улице 40 лет октября мемориальная доска памяти майора милиции Дениса Зайцева, а на доме номер 10 по улице текстильной памятная доска с именем лейтенанта милиции Владимира Галко. На памятной доске на фасаде здания ПЧ-82 по инициативе ее сотрудников и по решению Совета депутатов увековечены имена ветеранов Великой Отечественной войны, пожарных города Сергея Захарова, Ивана Кусторкина, Михаила Зименкова. На заседании был рассмотрен вопрос об общественных помощниках главы города и наградные вопросы. К знаку отличия за заслуги перед городом Лобня была представлена Елена Павелко, главный эксперт отдела потребительского рынка и услуг администрации города, которая трудится в отделе 21 год. Депутаты обсудили также и другие вопросы. Лариса Панина, Алексей Бойко, Михаил Жуков, телекомпания Лобня.